Воспоминания о революции 1917 года Мамеда Михеевича Садикова Мамед Михеевич, Вы были участником событий 1917 года. И я хочу попросить Вас рассказать нам о Ваших впечатлениях того времени, но прежде этого скажите очень коротко о себе, о том, где Вы жили, когда Вы родились, где Вы учились и как Вы попали в армию. В 1892 году, 15 января, в городе Эреван я родился. Ханская фамилия. В 1899 по 1908 год в городском училище учился в городе Эреван. В 1908 по 1913 год был кадетским корпусом в городе Тифлис. В 1913 по 1915 год был офицерским училищем в городе Тифлис. Окончили чини-карнети. После чего туземные дивизии, 3-й кавалерийский корпус, действующий армией на австрийском фронте. Я, начиная с 1914 года, очень интересовался о политическом и экономическом положении в России того времени. И принимал активные участия. Февральские революции мы слышали на Руменском фронте. Я и мой соотечественник плакал этого события. Я и мои друзья, знакомые того времени, очень враждебно смотрели во временном правительство. Назвали английским ставником. Враг в России. Английскими деньгами свергнули законного царя в России. Я слышал, что вы были участниками похода генерала Корнилова на Петроград в 1917 году. Могли бы вы рассказать немного об этом походе? В 1917 год мы покинули в австрийском фронте в городе Калыч. Оттуда отступили до Проскуров. Где мы жили, находились там в отдыхе до конца июля месяца. Генерал Корнилов тогда вызывал всех офицеров и гарнизон, находящихся в этом городе. И говорил нам, что господа офицеры, солдаты, сегодня наше отечество находится в тяжелом положении. Шпионы, дезертиров, проходимцы, все сосредоточивались в Петрограде. Отстранили законного царя. Наша задача – отправиться в Петроград, очистить Петроград от проходимцев. В августе месяце мы начали, начался поход, шалон с шалонами. Нашей дивизией тогда было 4 бригады. Второй бригадой, в которой я находился, татарский конный полк, то есть азербайджанский, тогда был народность. То станция Дино. Станция Дино был разобранный. Мы не могли пройти в Петроград. Пришлось нам переостановиться на станции Дино. Артиллеристы на второй неделе, как-то мы начали наступление, наши артиллеристы сняли замки орудия и ушли. Неизвестно куда. Затем мы слышали, что эти артиллеристы отшутились в Петрограде. После ареста генерала Корнилова наша дивизия не двинулась вперед. Тогда вызвали с каждого полка по два парламентария поехать в Петроград, договориться и с временным правительством Кернским. В то время как раз из татарского конного полка один из парламентарь я был. 29 августа 1917 года в Зимнем дворце мы встречались в Петрограде и с Корниловым. С Керенским. С Керенским. Керенский ставил перед нами задачу, что не мешайте в внутренних делах в России. Кавказ находится сейчас в тяжелом положении. Лучше всего отправляйтесь в Кавказ и там наводите порядок. Скажите, пожалуйста, а кто вызвал вашу делегацию, кто организовал вот эту делегацию представителей из полков, чтобы отправиться в Петроград? Командир дивизии Кенеал Магалов. Он был командиром дивизии или какой был его человек? Командиром дивизии. Командиром дивизии. И после ареста генерала Корнилова он вызвал вас, чтобы сорганизовать такую делегацию. Такие делегации. Будете добиться, да, продолжите ваш рассказ, что произошло после вашей встречи с Керенским. После того, как мы встречались с Керенским, Керенский нам обещал возвратить нашу артиллерию. Но, конечно, она не была возвращена. Нам пришлось отходить от станции Дино в направлении за Гавказией. Одновременно Керенский отдал распоряжение Минеральный вод Дербент и затем Махачкала, то есть Порт-Петровский, обезоруживать нашу дивизию. Но это, конечно, не удалось. Наоборот, мы обезоружили Минеральный вод и целый полк. Полк, который должен был вас разоружить. Разоружить. Это был полк, переброшенный с фронта? Или что это был за полк? Это местный гарнизон был. И он действовал по приказанию Керенского? Думаю, что он действовал по приказанию Керенского совместно с рабочими, то есть с коммунистическими организациями. Потому что среди них находилось очень много железнодорожных рабочих. А почему вы приняли предложение Керенского отправиться на родину, эшелонами отправиться на юг? Потому что нам дали такое приказание наши командиры дивизии, что Керенский прав, нам нечего мешаться, в России много народностей, а мы должны защищать свои Загавказы, от Турции, от Иранов, чтобы они не наступили на наши территории. Из кого состоял ваш эшелон, когда вы из-под Петрограда двинулись на юг? Это состоялся татарский конный полк, чеченский конный полк, кабардинский конный полк, черкесский конный полк, дагестанский первый-второй конный полк. То есть первый полк, это был формированный при Японской войне. Другими словами, все те полки, которые должны были направиться в Петроград для занятия его по приказу генерала Корнилова. Так точно. Известна ли вам дальнейшая судьба генерала Корнилова после его ареста? Известны ли вам обстоятельства ареста генерала Корнилова? После того нам ничего не стало известно, потому что мы отходили из Загавказа и совершение связи с Петроградом и Лесадкой с Корнилова. Когда вы приехали в Петроград в числе делегаций от ваших полков, что вы видели в Петрограде? Какая была атмосфера? И, может быть, более подробно вы могли бы описать вашу встречу с Керенским? Когда мы приехали в Петроград, целую ночь нам пришлось ожидать на станции Петроград, главном вокзале. В городе-то воспрещались. Кругом ходили патроли по городу. К нам петроградские люди относились совершенно плачевным на нас, потому что им объяснили, как будто мы дикие люди. Если мы садились в одну сторону в трамвай, то в другую сторону с трамвая все граждане уходили. А когда вы приехали на станцию в Петроград, вас обезоруживали или у вас с собой не было оружия, когда вы приехали? У нас с собой не было оружия. Теперь, на следующий день, когда вы отправились на встречу с Керенским, это было в Таврическом дворце. Где вы с ним встречались? Так точно. И как произошла сама встреча? Вы могли бы припомнить детали? Встреча произошла вроде дружественной. Как Керенский с нами обращались, очень дружно принял. Но долго у него были речи о том, что, конечно, немного он говорил в отношении старой режима, старой царской законности, не было свободы там подобной, как будто он будет дать всем народам свободу, все будут иметь свое государство. Вот таким образом у него были речи. Как быть, и затем мы отправляемся за Гавкази для того, чтобы установить национальные государства. Какое на вас впечатление произвел тогда Керенский? У нас очень взгляд Керенского вообще, на нас, наши друзья, очень недобродушно относились, недоверчивые разговоры Керенского. А какова судьба была этих артиллеристов, которые сняли замки с орудий? Это что, были уже большевизированные солдаты? Они были большевизированные солдаты. Так что они, очевидно, специально сняли замки, чтобы вывести из строя артиллерию, да? Да. И они куда? Приостановить наступление, потому что без артиллерии мы не могли наступать, поскольку окружность Петрограда, кругом болото, болотистное место. Без артиллерийской подготовки нам трудновато было бы в пешем порядке наступать на Петроград. Кроме того, вы сказали, что были разобраны пути, да, от станции? Разобраны. В железной дороге никак невозможно было, потому что пути были разобраны. После ареста Корнилова и затем, когда уже они установили с командиром дивизии связь для того, чтобы послать туда парламентарии, тогда они вознаграждали железную дорогу. Так что, когда вы вернулись после переговоров с Керенским в свои части, то вы известили, очевидно, командный состав о результатах? Все командный состав собирались, мы эти разговоры объяснили им. И, в общем, все приняли это предложение или не было другого выхода? Другого выхода у нас не было, и, громко того, командный состав не так приняли, так как это был переказ командира дивизии. Хорошо. Теперь, будьте добры, продолжите ваш рассказ, что произошло по пути вашего следования на юг. Мы отправились по пути, первые пошли, вторая бригада, в которой я находился. Первые у нас встречались, Ростов-на-Дону, враждебные, рабочие. Пришлось нам почти сутки стоять, пока мы получат паровозы. Не хотели давать. Наконец мы его получили, нас не трогали, никаких собитых других не было. Когда мы доехали до Минеральный вод, и там наш эшелон стоял в дороге. На станции никого не было, в линии. Все железнодорожники покинули станции. Рабочие и лошадники станции никого совершенно не оказались. Ведруг наши эшелоны кругом окружили. Когда это было примерно? В каком месяце? Это было примерно в сентябре. В сентябре месяце? В сентябре месяце. И начался пристрелок. Наши другой выхода не было. Только слышали не от командира, командного состава. Солдаты сами грешали, шашки вон, ура! Мы пустились в атаку. Конечно, огружили газармы, обезоружили целый полк. И рабочие все скрелись. У нас было убитие так десятки человек. И после этого вы продолжали ваше движение? После этого мы ожидали паровоза. Нам подали паровоз. Попозже наконец мы догонялись. Второе наше событие было городу Грозный. Когда дошли до города Грозный, там уже целые барагады против нас стояли. Железнодорожные дороги сняли в городы, недалеко от города. Мы стояли Ермоловка, станицы, недалеко от Грозного. Пассажирский поезд переждево у нас отправились и попал к урушению. Они думали, что наши шалоны. Но не наши шалоны было, это был пассажирский поезд. Тогда мы стояли почти неделю. Убитых похоронили. То, что было убит минеральной водой, похоронили там. Горцы, чеченцы, пришли к нам на помощь, на похорону и вооружались. Мы решили наступать на Грозного. Вязаться насилие. Это мы и сделали. Но никто против нас не стоял. Когда Грозный был вязат, мы там оставили чеченский конный полк и вынулись дальше. Когда и где вы пережили Октябрьскую революцию? Октябрьскую революцию мы слышали в Азербайджан. Когда мы прибыли в Азербайджан, в Азербайджане была анархия. Деревни, на деревни напал. Люди, невозможно было ни посажений по дороге и ни по ночам выйти из квартиры. Убивали, ограбили. В каком городе вы находились в это время? Я находился в Элисаветпол, сейчас его называется Ганжа. В то время я был в Элисаветпол. Мы находились там. После деликации из каждого района Азербайджане попросили, чтобы их избавить от панда. Нам пришлось четыре наши полку были четыре эскадрона. Один эскадрон попал в город Казаха, охране от города Казах. Одна эскадрона от Джаванширского уезда, в том числе я был второй эскадрона под командованием. Вы были командиром тогда эскадрона? Нет, я не был командиром эскадрона, тогда был Шерембек Часаманский. Я был его заместителем. Третья эскадрона попал в Курдистан, недалеко от иранской границы. Четвертая эскадрона наши как это тогда называли Малакан, то есть Горьягин. Всего нашего состава полка было. И затем мы получили перегаз от главной команды наместника Загавкази Николая Николаевича. Отходящихся солдат от персидской границы обязан оружие сдать вам. Мы их встречали недалеко от города Барда, так они безо всякого сдали нам оружие, безо всякого труда. Это те солдаты, которые бросали части и возвращались домой, да? Нет, они бросили и возвращались домой. Но мы опасались о том, что слышали в Баку имеется 26 комиссаров. Мы знали, что этот часть домой не попадет. В оружие попадет в войсках большевиков. И поэтому нам нужно было их оружие, если без оружия их пустить. Так что Баку в то время была уже под властью был большевиков 26 комиссаров. Тогда мы слышали конечно там и Октябрьская революция. И в то же время мы вели борьбу с 26 комиссаром. 26 комиссар хотел совершенно овладеть весь Азербайджан. Мы их застали станции Афжакабули. Атаковали. Они бросили шалоны беспорядка отошли в сторону города Баку. Но на третий день их силы было больше, чем нас. Заставили у нас отходить. Постепенно мы отходили до станции Курдамир. И последнее наше решение было покинуть Курдамир, отступить до станции Месисли. Как станция последняя называлась? Месисли. 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 От станции Месисли недалеко мост Кура, где переходит Сашини и железные дороги. И решили этот мост разрушить, оборенять на ту сторону Куры. И тогда к нам мы получили известие о том, что турецкий генерал нарупажа с 40 тысячами солдатами приходят к нам на помощь. Но конечно грузины тоже дали полк нам помощь. Гнязь Магалов находился в городе Тфлис. Когда турки прибыли с помощью их мы начали наступление в сторону Баку. 1918 года 28 мая Баку был занят от 26 комиссаров покинул Баку. Начали уходить. Из них 25 комиссаров сели на пароход поехали в направлении Красноводск. То есть они не хотели ехать. Они хотели поехать Астрахан. А пароход капитан был эсеров. Он туда их не повел. Повел прямо на Красноводск по пригазанию чрезвычайных комиссаров Фунтикова. Фунтикова? Фунтикова. Когда они прибыли на Красноводске их Фунтиков встречал с английскими солдатами. Их арестовывали и затем через несколько недель их был расстрел 21 комиссаров. А 26 комиссар из них они должны было 26 человек. Один исчез. Наконец было слышно это был проклятие сегодняшний Микоян который сел на отдельной лодке удрал Астрахан и сейчас живет в Москве. Скажите а вот этот комиссар Фунтиков который расстрелял 25 комиссаров он был от какой власти? Он СР партия СР СР партия СР значит тогда железнодорожники рабочие его партии состоялись в Красноводске был сильный партия у него тоже так что там была как бы местная власть его совершенно верно при поддержке англичан при поддержке англичан он имел свои власти за Гаспийский край и затем Фунтиков это тоже рассказать пожалуйста Фунтиков то он был в Сибири сам скрылся там дочь выступил комсомольской организации дали у дочери анкета заполнить кто что как ваши прошедшие это при большевиках уже при большевиков 1900 это был 28 год дочь там заполнили что мой отец был чрезвычайный комиссар где Красноводский фамилии тогда он применил другой фамилии Фунтиков ага и сейчас же арестовывали Фунтикова привезли в город Баку целые два недели был суд судили его к расстрелу покинцы местные жители собирали деньги послали телеграмму о помиливании но конечно того не был принят расстрел в 28 году в 28 хорошо пожалуйста продолжите ваш рассказ после взятия Баку какова была ваша судьба в дальнейшем после взятия Баку конечно турецкая армия двинулась по направлению Махачкала пока в это время мы заняты военными действиями в то время появилась какая-то шайка под названием Мусавадское правительство захватили в город Баку роды стальников турков то есть власть стали как будто правительство когда мы вернулись слышали об этом что состав этого правительства исключительно из тех панда которые целиком Азербайджана ограбили например Кархунне Ашраф он был генерал-губернатором Диванширского уезда как его звали точно Ашраф 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 Кархунне Ашраф он был генерал-губернатором Диванширского уезда Карабахи целиком население ограбил изнасиловал пил убил и наконец его ставили генерал-губернатором о том что народ от него боятся второй момент Кочи Наджав Кули в городе Баку не была семья о том что не плакала от него как фамилия его еще раз Наджав Кули Наджав Кули Наджав Кули он был членом парламента массоватского правительства так что таких банд этого времени было очень много я сам очевидцем был в Шерванне однажды поехал там был пристав Хасамбек под арестом сидит старик Азербайджан одну сторону веревка привязанная собака другая сторона веревка сам это старик сидит под арестом на место хлеба перед ними ставили кости собака кушает и он смотрит его говорят кушай тоже сами был такие очень много незаконные действия так что народам надоело это законно так сказать как они называются массоватские правительства тогда когда появились 1920 год для проба один бронепояс станции Яламы границы Азербайджан границы Тагестана солдаты мусаватские надели на штыках белый флаг и кричали да здравствуйте товарищи пришли нас освободить после чего двинулись красные армии в город Баку в эту ночь правительство находился находился в большом так сказать гуляне все министров и сам президент сообщили Насиппек был президентом Азербайджана вроде как еще Насиппек Насиппек Усиппек Большовики пришли в Баку по пьянкам он тогда говорил кто имеет право без моего разрешения выступать в моей территории и как раз через полчаса слышно было музыка рабочий с красным флагом встречает красные армии которые пришли 11 армии сейчас же был переброшенный когда это было в каком месяце это был 1920 год думаю что это был июль июня вот так я сказал про Путин июнь июль вот этих месяцев и собирал свои чемоданы начал удирать поехал как раз думает что остановиться своего генерал-губернатора Ашрафа Кахунли тот поехал к нему Ашраф вышел видел у него дорогоценные вещи так пожалуйста заходите так они сидели у него Ашраф обещал что он тоже собирается с ним уехать после еды они заснули он снял их голову и понес 11 армии подарка и там ему обещали Ашраф о том что ты будешь генерал-губернатором продолжайте дальше и через и через неделю был вызван Ашраф когда кончились эти все побеги уверен был что больше никого не осталось и его арестовывали больше не слышно было Так что фактически коммунистическая власть утвердилась в Баку только в 1920 году только 1920 до 1920 года там не было коммунистической власть тогда когда я 18 я не рассказал это тоже рассказал после того когда я был в Баку видел эту банду я решил уйти я нашел этапный комендант добровольческой армии в город Баку с ними документы все это оформил с английскими пароходами я выехал в Махачкала то есть Кисловодске я встречал главный штаб дежурного генерала нашего и выступил в добровольческой армии был Афширонский Екатерина Великого полка 81 до 1920 год А потом что после окончания гражданской войны окончание гражданской войны мы конечно разделились это не буду говорить скажите очень коротко наши армии добровольческие армии разделились на два части то есть генерал Деникин армии сдал генерал Врангеля сам уехал кажется Вангелия я так слышал А вы оставались генерал Врангелия генерал Врангелия со своими частями попал в Крым мы были оторваны мы оторвались от Грозной от Владикавказа до Грозной Махачкала и так далее осталось в наших руках наши солдаты начали убивать офицеров приходить в сторону большевиков поэтому генерал Дорошенко город Махачкала дал декрет расформировать солдатов мы их расформировали генерал Дорошенко генерал Дроценко это ваш командир мы расформировали солдата после солдата мы офицера держали только в районе Махачкала то есть Порт-Петровск почти полтора месяца после чего нам невозможно было со всех сторон наступление коммунистов мы стали отступить у нас силы было достаточно около 40 было с военными кораблями пароходов в этом число с нами поехал Юрьев может быть у знакомого Юрьев Юрьев в Америку поехал от Вагат Юрьев с нами поехал Юрьев как раз в том пароходе где я находился а какие пароходы это были это был гражданский пароход гражданский пароход мы на гражданском военные корабли уже иначе в другом охраняли у нас сопровождали это русские военные корабли ясно мы решили попасть в Иран то есть слышали что англичане мы поехали туда стояли в море наши деликаты пошли в английское командование они нам предложили что мы должны сдать свое вооружение интернироваться но это мы не разрешили не хотели начали отходить в сторону по направлению Баку мы стояли в Наргане 20 километрах от Баку имеется такой остров и решили наступать в Баку и затем сначала думали предложить подождем когда кончится сначала думали предложить массоватскому то время как под названием правительство о том что они совместно с нами боролись против коммунистов мы им объяснили что завтра послезавтра они прибудут сюда но у вас сил не хватит они этого не захотели для того чтобы нам попасть в генерал Вранген нам нужно было ехать через Флиз в Черное море а массоваты нам не дали дороги они говорили что сдайте оружие и мы вас отправим мы сдали оружие попали в город Ганжа где застал и большевиков за нами там и как раз тогда когда большевики прибыл в город Ганжа собирали всех офицеров был перегаз собираться в церковь там церковь в другом заборе все офицеры вошли туда 16 человек мимо не пошли стояли в сторону через полчаса пришел отряд их огружили вязали мы совершили побеги дальше я 6 месяцев скрывался после 6 месяцев выехал в город Баку конечно все это скрывало от Красной Армии что я был белой армией и 21-го года был перегаз всех царским офицерам явиться на пересчет Куб военком рада в этом число я пошел дали антрак анкет запомнить кто что где в чем вы было в каком фронте и так далее я тогда написал ныне указал о том что я был добровольческой армией я там сказал что я был после выехал 17-го года в отпуск в Азербайджан и больше не вернулся я был принят тогда командиром отдельного батальона при Шамахинске уезд военком рад после чего 22-го года вызвали я был назначен командиром кавалерийского отделения Азербайджанского военного училища 1925-го года я был отправлен в Петерград высшее кавалерийское училище то есть КУКС краснознаменный кавалерийский курс о совершенствовании командного состава РКК таким образом Красной Армии я держался до 1941-го до 1941-го попали за границу спасибо большое на этом мы закончим наше интервью спасибо